Здесь у нас есть мадменный день, а здесь у нас есть Аарон Минхай. Как вы, ребята? Салим. Отлично. Супер. Ну что, ребята, добро пожаловать в IQSTARS. Поделитесь, кто чем занимается во время карантина? Как вы проводите свое время? У меня продуктивные дни. Я сплю, кушаю, читаю. Ну, я сейчас готовлю часы. Так, у меня вот мозоли на руках. Я сейчас занимаюсь, массу набираю. Вот, поправился. Карантин, я думаю, с одной стороны, как будто это нужно было. Ну, в плане именно нашей студии, группе, немного отдохнуть от суеты вот этой. С семьей побыть, с родными побыть. Поэтому тоже свои плюсы. Но то, что вот продлили его, это немного печально. А так все круто. Высыпаемся, отдыхаем, полный сил. Альбом пишем. Сол. Вау. Альбом. Это круто. Молодцы, ребята. Вообще. Супер. Хай, по-моему, таксует, да, у нас на Яндекс? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Тут, значит, ребята работают. Умно. Умно. Я решил снять с такой необычной обстановки. На карантине я в первые дни вообще просто деградировал полностью. Я сидел, просто смотрел сериалы, спал, кушал, смотрел сериалы, спал, кушал. Потом уже как-то начал заниматься физической культурой. Чуть-чуть приводить себя в порядок. Последние дни вот рисовать. Потом, ну, чем-то таким начал заниматься, чтобы уже совсем не деградировать полностью. Ну, круто, круто, ребята. Молодцы. Значит, у нас лидер Паша над альбомом над собой. А Хай у нас просто так стоит. Базара нет. Поехали. Итак, ребята, первый вопрос. Сколько будет два в кубе? То есть два в третьей степени? Шесть. Почти. А, девять, девять. Девять почти. Между шесть и девяти. Восемь, 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 восемь. Тридцать два. Вы знаете, тут сразу понятно, кто таксист, а кто сидит дома и работает над собой. Восемь баллов. Поехали. Сколько букв в русском алфавите? Тридцать два, тридцать три. Молодец. Тридцать три. Отлично. Отлично. А, и все хорошо у тебя или ты там заказ поступил? Да, отлично. Просто решил, как это думать о таких вещах. Поехали, ребята. Третий вопрос. Два балла у нашего лидера. Поехали. В каком году основалось казахское ханство? Давай бай. Казахское ханство? Да. Есть ответы? Блин, я не помню. Это никто выиграет миллион. Я не помню. А заставка будет? Да, у меня нет. А заставка будет? Да, нет, у меня нет. Я нет. туда тоже. Я вообще не помню. Без понятия. Окей, просто никому бал не считайся, это нормально. 1465 году-66. Продолжаем. Поехали. Чему равняется число Пи? Нет ответа. Нет, нет, сейчас. Если что есть, вы можете попросить помощи у тех, кто находится рядом. У меня собака только. Может, она знает? Число Пи 125? Нет. Сколько? Блин, я не знаю. Нет. Я просто... Окей, я... 3,14, ребята. Никому бал не считайся. Поехали. Сколько стран было в составе СССР? Шестнадцать? Прям чуть-чуть. Пятнадцать. Пятнадцать? Пятнадцать. Пятнадцать, правильно. Пятнадцать. Три и ноль. Давай, Хай, просыпайся. Самое главное, чтобы Хай в конце игры не сказал, типа, ой, да ты у меня сеть не ловила там. Я, кстати, хотел так сделать, если проиграю. Либо вот так, как будто я завис. Значит, так уже не получится, потому что Рэмбо уже сделал, типа... Ага, да? Поехали. Самый большой остров в мире. Австралия. Нет, к сожалению. Первая буква Г. Г? Да. Гринляндия. Правильно, Гринландия, он сказал. Счет три-один. В принципе, можно догнать. Поехали далее. Автор произведения «Лебединое озеро». Ё-ё-моё. Я могу дать подсказку, типа, вот мы любим... Вот ты сейчас что пьешь? Я чай. Чайковский. Молодец, правильно. Поехали. Друзья, дальше. Какие горы разделяют Европу и Азию? Кянь-чань. Нет. Даю подсказку, ребята. Где живет у нас Дия? Откуда она родом? Я не знаю. Что, я не помню. Откуда она сотрала? Алтайские горы. Я не знаю. Где живет в Алтайе? Нет. Дия, где живет? Кайдана где живет? Я не помню. Урал. Уральские горы. Правильно. Ай, молодец. Двух, наконец-то, друзья. Отлично, молодец. Откуда уральская? Четыре-два. Кто такой Homo sapiens? Homo sapiens? Человек умелый. Это с обезьяны, да, с обезьяны, который превышал. Да. Это какой человек, получается? Ты сказал умелый и еще схожее слово. Умелый в чем? Умелый в чем? То есть, ты сказал умелый, есть еще... Ну, как бы похоже это все вместе. Умственно? Это вот ум. И это все... Умственно отсталый? Я не понял. Все. Ой, так ум... Ум, это все, что? Ребят, я думаю... Homo sapiens, это... Что наших предков обижаешь? Я думаю... Я думаю засчитать два балла. То есть, по одному баллу, потому что... Ну, как бывает одинаково сказать. Разумный человек. Это то же самое. А-а-а... Наоборот. Поехали! Самая маленькая страна в мире. Страна. Самая маленькая страна. Индия? Канада. Нет. Я считаю до трех и говорю ответ, ребят. Раз. Два. Три. Нет до ответа. Ватикан. О май гад. Окей. Расчепите слово ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Знаете, в чем ирония? Я был активистом этого клуба в 2013 или в каком-то году. Серьезно. Я не помню. ЮНЕСКО. Я говорю тогда правильно, ребят. Это организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Да, есть такой... А ты там был? А кем ты там был? Активистом? Да, мы просто этот... Я же учился в художественной школе. И там активистов звали в клуб ЮНЕСКО. Ну, это не официальный, там, там, типа, просто как со школы активистов брали в лагеря разные активистические штуки вот такие. Прикольно. Продолжаем далее тогда. Какая страна подарила США статую свободы? Подсказка. Откуда Зидан? В футболе. Да, Зидан, Зидан. Италия, Португалия, Испания, Канада, Чимкент. А еще? Вот рядом с Чимкентом она находится, эта страна. Так, рядом с Чимкентом. Есть легендарная команда в Пассажире. Франция. Франция. Правильно, Франция. Поехали. У нас счет 6-3. Отлично. Продолжаем далее. Хай, тебе привет, Хай. Какая страна производит автомобили Toyota? Япония. Япония. Нет, к сожалению, у нас Аарон ответил первым. А? Да, он сказал первым. Или не так? Да, ты ответил. У меня интернет делает. Поехали, ребята. Флагебный марш произведения какого немецкого композитора? Шоу Гудзенберг. Нет. Ты что, в интернете сидишь? Нет, я долго. Я просто... Ну что ж, давайте я скажу правильный ответ. Это Мендельсон. Представляете, да? Поехали далее. Назовите автора произведения про Шерлока Холмса. Шекспир. Я перепутал сейчас про Шерлок Холмс. Так, сейчас. Окей. Артур Конандау. Какую страну называют страной восходящего солнца? Японию. Правильно, Япония. А, 20-й. У нас, оказывается, сегодня 23. Вопрос. Извините. Как настоящее имя Отти из группы Ньютон? Руслан. А фамилия? Оттемсин. Красавчик. Правильно. Вот настоящий лидер, друзья. Не только знает про свою команду и ребят, знает про других. 21-й вопрос. Хай, такой расслабленный. Группа, которая дебютировала с песней «Жалхтам». Ньютон. Два одинаковых ответа, ребята. Поздравляю. Молодцы. Поехали далее. В какой группе выступала Альба до своей сонной карьеры? Сейчас, сейчас, этот. Сейчас я знаю. Фу, блин. Би, бен, бен, да? Правильно. Такой, загрузка идет, да, круглая? Итак, ребята, последний вопрос. В ходе какого проекта образовалась группа «Найт и Ван?»? Одиннадцать баллов у вашего лидера. У-у-у! Ого! Одиннадцать? Целых одиннадцать. Не теряй человек, альбом пишет. Не, альбом Рахат пишет, я помогаю ему. А, уже так, да? Окей. Я же вам в самом начале сказал, мы альбом пишем. А, все, все. А то я, все, ты и ты. Окей. Все, Кейтер, Аарон, давай это задание. Хай, жесткое надо такое. Хай, возьми. Я, короче, предыдущий IQ Stars смотрел. Я хочу объединить два задания. Ты берешь одно яйцо и ложку сметаны. Яйцо разбиваешь не об голову, а об роту, а сметану на голову выливаешь. Сметану на голову? Можно? Я еще добавлю. Давайте. Это нужно сейчас сделать? Да. А вы что добавите? Ну? Глотай, глотай. Давай теперь майонез, сметана, что там? Да. А ты ножницы взял? Все, я передумал, больше не хочу участвовать в шоу. Ты еще на шоу мозгово придешь, Хай. Ну что, ребята, всем огромное спасибо, что уделили время. Желаю вам здоровья и здоровья вашим близким, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...